Руми сказал, «За пределами представлений о правильных и неправильных действиях есть поле. Я встречу тебя там». Можно ли в контексте отношений назвать это поле принятием? Тот, кто застрял в представлениях о правильном и неправильном, хорошем и плохом, приятном и неприятном, никогда не познает Любовь. Руми — влюбленный. Поэтому он говорит на языке, в котором нет правильного и неправильного. Руми говорит о поле или об области, за пределами правильного и неправильного. Если человек раскрывает в себе Любовь, и она становится достаточно интенсивной, иногда он попадает в это поле или в эту область, о которой говорит Руми. но йогин постоянно находится в этой области. Иногда, когда ему приходится иметь дело с миром, он спускается в сферу правильного и неправильного. в ином Сочи, он всегда в этой области. И... Любовь — это всего лишь один из способов добраться туда. Это приятный способ. Но для многих людей проблема в том, что, когда путешествие становится приятным, они не добираются до места назначения. Это прискорбно. Замечательно, если путешествие приятно. Это лучший способ. Самый разумный способ добраться до места назначения — сделать путешествие приятным и прекрасным. Но, к сожалению, большинство людей не доберутся до места назначения, если их путешествие станет очень приятным. Они припаркуются прямо там, в своей приятности. Если вы начнете различать приятное и неприятное, как вы сможете избежать правильного и неправильного? Как только вы начнете выбирать, что приятно и что неприятно, вы не сможете избежать деления на правильное и неправильное. Поэтому, когда говорят о царстве, о поле или о земле, которые находятся за пределами правильного и неправильного, это также находится за пределами принятия и сопротивления. За пределами принятия и неприятия. Вы можете принимать и отвергать только тогда, когда определяете что-то как хорошее и плохое, правильное и неправильное. Вы будете получать удовольствие от симпатий и антипатий. Если вас поместили в то, что вы считаете хорошим, вы будете наслаждаться этим. Если вас поместили в то, что вы считаете плохим, вы будете страдать от этого. В индийской культуре мы просто отвергаем это, называя раджасом. Раджас означает «нравится и не нравится», «приятное и неприятное», «правильное и неправильное» — все эти вещи. Это состояние очень важно для ведения дел в мире. Но если вы хотите управлять своим внутренним царством, оно не годится. Если вы хотите быть кем-то вроде начальника или короля в этом мире, вы должны знать, что правильно и неправильно, что хорошо и что плохо. Если вы не умеете различать, вы не сможете управлять этим миром. Но если вы хотите стать царем внутреннего мира и при этом разделяете на правильно и неправильно, вы никогда не попадете туда. Это царство не станет вашим. Вы можете думать. Вы можете испытывать эмоции, потому что мысли и эмоции принадлежат этой сфере. Когда вы начинаете думать, вы не можете мыслить за пределами правильного и неправильного. Вы не можете мыслить за пределами хорошего и плохого. Итак, ваши мысли и эмоции принадлежат этой реальности добра и зла. Как только вы выйдете за ее пределы и окажетесь в области, где нет правильного и неправильного, не будет ни мыслей, ни эмоций. О, неужели жизнь суха? Никаких мыслей, никаких эмоций? Разве жизнь суха? Нет. Для того, кто познал безграничный экстаз пустоты, вкус мыслей и эмоций, ничтожен. Тот, кто постоянно находится в ловушке мыслей и эмоций, добра и зла, дуальности жизни, испытывает необходимость как-то праздновать это, потому что он не знает ничего лучшего и не знает, как выйти за пределы этого. Ему приходится восхвалять это и делать это высшей целью. Большая часть мира, большая часть человечества постоянно восхваляет то, что хорошо и что плохо. Хорошие качества, плохие качества вот что любят, уважают и признают в мире. Просто сидеть здесь считается глупостью. Если нет правильного и неправильного, то нет не только мыслей и эмоций, но нет и возможности для действия. Действия являются только ответом на то, что происходит вокруг. Потребность в действии в таком человеке полностью исчезает. В таком человеке исчезает потребность любить или ненавидеть. Поэтому не считайте, что выход за пределы правильного и неправильного это состояние любви. Нет. Это далеко за пределами любви. Если упростить, то в терминологии, которая сильно искажена, мы можем назвать это йогой. Все стало единым. Любовь — это просто попытка прийти к этому. Любовь может быть эскалатором, но не вторым этажом. Это не более высокий этаж, это просто эскалатор. Но иногда, если вы идете в противоположном направлении, вы можете бесконечно находиться на нем, но так никуда и не попасть. Такое происходит в аэропортах. Там есть движущиеся дорожки. Если вы пойдете по той, которая движется в противоположную сторону, вы можете идти бесконечно и никуда не добраться. Сегодня люди очень привязаны к этому виду движения. Поэтому беговые дорожки стали так популярны. Вы можете идти вечно, бежать вечно, никуда не добираясь. Там есть музыка, есть видео, и устройство говорит вам, что вы становитесь здоровее с каждой секундой. Но вы никуда не продвигаетесь. Я не назвал это стихотворение «любовь». Я назвал его «неприкосновенность». «Неприкосновенность» означает, что вы либо не хотите прикасаться, либо не можете прикоснуться к этому. Вы не способны прикоснуться к этому. There is a land that is beyond right and wrong. When you get to that land and lie there, humans who live for bread and toil to be what they are not will strive to hide their jealousy with mocking talk and the gods will descend to be in the company they wish to be. once you have reached that land beyond right and wrong, you never have to worry about making a mistake or going wrong. So, как только вы оказались на этой земле, вам не нужно беспокоиться о том, что вы совершите ошибку или идете не туда. Вы живете в самозабвении, в то время как другим людям кажется, что вы безрассудны. но когда нет самой возможности совершить ошибку, зачем вам быть осторожными? и неудачно. Используя и спорта